Девятый и третья пара защитников Шайбу в ближний верхний угол ворот Петербургского сгаза Заработали вбрасывание там Ну, не Разин, да, Разин, может быть, там и вратаря уже снимал Если бы еще и контроль хороший впереди, ну ладно, мы все вслух, 3-0 Марсин Шалунов, ну вот он, да Локомотив, он сегодня, вот, как это, порядок бьет класс Но порядок бьет не только класс, да То есть, когда у тебя порядок и впереди, и в обороне Мне кажется, этот порядок бьет вообще все, что угодно Кирилл Воронин, неплохую скорость набрал Скинул Лорионов, Лорионов в центр Воронин с неудобный гол, какой же резкий бросок Как все здорово было исполнено Шикарная атака в исполнении торпеды Мы видим, как игроки меняют направление И в итоге Воронин с неудобной руки Отправляет шайбу в сетки ворот Торпедовцы открывают счет в этой встрече Если это предупреждение, то я так думаю, где-нибудь в паузе найдут возможность донести это Морозов останавливает его Правда, находит он в продолжении гениальнейшее И Николай Голдобин Раз Барбер забил, значит и мне пора Поэтому 1-2, но этот гол сделал Морозов Да, безусловно Казалось, уже все догнали, Морозова сумели помешать Но тот нашел великолепное продолжение И самое главное, Николай Голдобин С эпизода-то не выключился Пошел на пятак, предупреждать, получил передачу И своим моментом воспользовался тот великолепно Несмотря с каким настроением Уже следующая атака уйдет в Нефтехимик Так, 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 завалилось, гол 4-3, Нефтехимик Тут двух минут не прошло Еще один дубль уже в исполнении Бигмулина на этот раз Исполнил, здорово Надо еще было так умудриться бросить Здесь и удача была Она попала в шлем, потом в штангу Попетела вверх и за спину завалилась Здесь прям расстроился Видно Мачулин, потому что не попал в ворота Атака Спартака Заседа на дальний гол 1-1, но пошло, может быть У красно-белых Вот так бывает хоккей, да, не забиваешь ты Забивают тебе В данном случае это правило сработало Не попал по воротам Мачулин А вот Голимов уже не простил Но я бы здесь заседу ответил, потому что из очень сложной ситуации Исполнил пас неудобной руки Атанасов, Канюшков вытягивает свои клюшки Тинулин Тинулин Ох, какой розыгрыш и какой гол Кирилл Рассказов 2-1 Сочи возвращает себе лидерство в этой встрече Смотрите, Грэм А дальше Тинулин Заспит Мечкова И Мечков в касание А Рассказов не просто бросает А бросает в противоход Потарев Определяет расстановку Телегия Ефремов Поддержит Стартовал Зоркин А так и есть защитник Ефремов Ефремов О, в меньшинстве В меньшинстве Салават Юлаев забивает Ефремов Да, его удаление В конце первого периода Трактор реализовал Ефремов Спец по игре в меньшинстве Но Я вкладываю следующий смысл В эти слова Спец в том, что Он отбивает атаки соперника Но тут пошел вперед Хитрый наброс Наверное, в расчете Что Шайба Отвертали на стучь На воронеже Нашла передача Лорионова Сислов Еще один фас И еще один Что он не творит Просто фантастика Бок Он сам не может поверить Тому, что сейчас Исполнили Нижегородцы 2-0 2-0, да И как быстро ходила Шайба в этой Торпедовской комбинации Подключили защитника И Бок Он отличается уже В две встречи подряд Могли все-таки Рассчитывать на большее Но Тут Еще раз повторимся Акварс Ну, скажем так Не совсем включился А вот здесь Семенов Ой-ой-ой Вот это красиво Ну, красиво Красиво И здесь, конечно Трехходовочку Нарисовали И вот здесь Вот это вот движение На которое Чуть-чуть все-таки Поддался Бобков Как показалось Ну, и потом Дело техники От Нападающего Кирилла Семенова Кирилла Семенова Кирилла Семенова Кирилла Семенова